Как развивается промышленность в республике, перспективы обсудили на мероприятии, посвященном Дню работника легкой промышленности. Через пешеходный переход автоинспекторы прошли вместе с детьми. В Хабезе прошло очередное профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Спортсменка из Карачева-Черкесии Ариана Кургинян вошла в женскую юниорскую сборную России по футболу. Яркое событие, которое сплотило и взрослых, и детей, танцевальный фестиваль красок Юга России «Холли-дэнс» прошел в Черкесии. Здравствуйте на телеканале «Россия-24» вести Карачева-Черкесия. Сегодня в Доме правительства состоялась очередная сессия Народного собрания, на которой рассмотрели и утвердили ряд изменений в региональные законодательные акты, а также заслушали отчеты руководителей некоторых ведомств. Среди вопросов изменения в законодательные акты об административных правонарушениях, гражданской и муниципальной службах, о физической культуре и спорте, охране окружающей среды. Также был заслушан отчет уполномоченного по правам ребенка в Карачева-Черкесии за прошлый год. В Черкесии при участии региональных министерств по делам молодежи, а также промышленности, торговли и энергетики прошло существование предпринимателей, которые задействованы в текстильной и легкой промышленности республики. Подробности в сюжете корреспондента Артура Мхце. Мероприятие, прошедшее в здании регионального отделения ДСААФ, было приурочено к празднованию Дня работников текстильной и легкой промышленности. Здесь можно было увидеть представителей десятков предприятий Карачаева-Черкесии, производящих продукцию, в том числе на нужды участников специальной военной операции. О необходимости поддержки специалистов данной отрасли рассказал руководитель профильного ведомства Мурат Гапов. Данная отрасль находится в зоне постоянного внимания нашего правительства, для нашего региона. Она очень важна, очень много людей вовлечены в эту сферу деятельности. Также по поручению главы республики Рашида Борисбивыча Тимрезова в прошлом году был проработан ряд мер в части облегчения налогообложения для этой отрасли. Всё это неизменно сказывается на развитии экономики нашей республики. От себя хочу пожелать сотрудникам отрасли технических и промышленных достижений. Впрочем, главной целью мероприятия стало информирование предпринимателей об открытии, при непосредственном участии Министерства по делам молодёжи республики, нового образовательного центра «Моя карьера». Для гостей была проведена экскурсия, в ходе которой работники отрасли получили куда больше представления о возможностях и направлениях, которые предоставляются обучающимся. В рамках деятельности образовательного центра «Моя карьера» направлений их будет достаточно много по образовательным модулям и программам. Следует обратить внимание на то, что будет организована и проведена работа по направлению лёгкой промышленности. Это в первую очередь обучение программистов для отрасли лёгкой промышленности. Помимо этого будет вестись работа по подготовке специалистов по направлению дизайн. А также по ряду других направлений, востребованных в текстильной и лёгкой промышленности. Таким образом, в регионе появится возможность для увеличения кадрового потенциала данной отрасли. Пока же представители предприятий Карачао-Черкесии получили от Республиканского профильного ведомства почётные грамоты за многолетний добросовестный труд, мастерство и вклад в развитие данного направления промышленности. Артур Махце, Мухаммед Ашебоков, Вести, Карачао-Черкесия. Внимание, дети! В ауле Хабес состоялось очередное оперативно-профилактическое мероприятие. В рамках этого события автоинспекторы пригласили детей, чтобы вместе с ними пройти через пешеходный переход, повторить основные правила безопасности. Альбина Ламкова продолжит. Машины остановились и нас пропускают. Когда вы это увидели, мы начинаем только движение через дорогу. Убедившись в безопасности перехода, инспектор с детьми направилась по другую сторону дороги, ещё раз проговаривая правила дорожного движения. И обязательно переходить дорогу нужно спешно. Не спешат только собаки, но и они знают, где отдых будет безопасным. Обучение дороги им никто не мешает. Конечно, и основные правила безопасного поведения на дороге несложно выполнить. Но тем не менее есть те, кто нарушает их, а за последствия приходится платить. Цена – жизнь. Поэтому тема по изучению профилактики соблюдения правил дорожного движения проводится регулярно. Для того, чтобы дети не забывали о своей безопасности на дороге, на улице, когда они передвигаются по направлению в школу, когда они идут обратно домой, когда они гуляют, катаются на велосипедах. Дети вооружились красками, чтобы закрепить правила пешеходного перехода. Нет, они не рисуют. Это надпись. И, судя по теме, мероприятие важное. Перед пешеходным переходом мы пишем фразу «Снимите на ушки», чтобы быть аккуратным и осторожным на дороге. В систематических занятиях с детьми мы обязательно упоминаем эту тему, о том, что при переходе проезжей части, для того, чтобы переход был безопасным, необходимо убирать сотовые телефоны, снимать наушники, прекращать переписку, звонки с близкими, с друзьями. Затем дети вместе с сотрудниками госавтоинспекции провели профилактическую беседу и с водителями, напоминая им о необходимости соблюдать скоростной режим и быть предельно внимательными вблизи пешеходных переходов. Детки хотят вам вручить памятки. Спасибо, спасибо вам. Пожалуйста, соблюдайте скоростной режим, будьте внимательны. Водители, как я не могу жить. Дети должны быть внимательны, тоже переходить дорогу в положенном месте. И водители, естественно, тоже должны быть внимательны. Лето – самая лучшая пора. И каникулы, где дети больше времени проводят на улице, наслаждаясь теплом и солнцем. Однако важно помнить о правилах безопасности, чтобы избежать неприятных ситуаций и сохранить здоровье. Нужно быть внимательным на дороге, чтобы ничего опасного не произошло. Ведь может случиться всё, что угодно. Всегда нужно соблюдать правила безопасности. Мы все очень ждём лето. Мои подруги, мои друзья, мои одноклассники. И при этом мы будем ехать отдыхать на море к родственникам. Отдых будет интересным, но и безопасным. И мы при этом должны соблюдать правила, которые мы учим с родителями и в школе. В летний период много развлечений. Катание на велосипедах, самокатах, роликах не всегда приносят радость. Помимо соблюдения правил, необходимы световозвращающие элементы. Поэтому автоинспекторы вместе с юными помощниками напомнили детям о необходимости использования светоотражающих элементов в тёмное время суток. Они объяснили, что такие элементы делают пешехода заметным для водителя. И это значительно снижает риск аварии. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Ахабецкий район. В филармонии Черкеска торжественно отметили День социального работника. В Карачаево-Черкесии в этой сфере трудится более 140 тысяч людей. На торжественном мероприятии присутствовали председатели и депутаты Народного собрания, представители органов государственной власти, виновники торжества и гости. Дарья Тендит подробнее. В зале филармонии было светло и сердечно. В этот день чествовали те, кто своим трудом и заботой делает наш мир чуточку добрее и теплее. Здесь собрались люди, которые готовы подставить надёжное плечо и подать руку помощи человеку, оказавшемуся в беде. Благодаря социальным работникам миллионы людей по всей России получают необходимый уход и заботу. От имени главы Карачаева-Черкесии с приветственным поздравительным словом к присутствующим обратился председатель парламента республики Александр Иванов. Ваш труд отличает вас от всех других профессий, заставляя обладать особыми человеческими качествами. Сердечность, трудолюбие, готовность оказать поддержку нуждающимся в Санискале Иваново, уважение среди населения всей нашей республики. Вы настоящие герои нашего времени. В этот праздничный день желаю всем социальным работникам сил, терпения оставаться добрыми и чуткими, несмотря на жизненные трудности, крепкого вам здоровья, оптимизма и успеха. Доброта – это солнце, которое греет душу человека. Истину этих слов лучше всех знают пожилые люди, инвалиды и все те, кого поддерживают социальные работники. На протяжении торжественного мероприятия выступающие выражали благодарность за их многолетний добростовестный труд. Около 60 лучших работников получили почетные грамоты, в их числе Марина Напшева. Это очень высокая награда для меня, потому что в социальной сфере я работаю уже 15 лет. И работаю именно там, потому что мне очень нравится дарить тепло, радость и видеть результат своей работы. Поздравить всех коллег, пожелать им счастья, здоровья, благополучия, чтобы на рабочем поприще они получали только позитив, только благодарность людей. Особые слова благодарности также прозвучали в адрес ветеранов социальной службы. Церемонию награждения сменяли музыкальные номера. Концертную программу для виновников торжества подготовили творческие коллективы. Дарья Тендит, Мухаммед Ашебоков, Вести Карачаева, Черкесия. Спортсменка Карачаева, Черкесия Ариана Кургинян вошла в женскую и юниорскую сборную России по футболу с таким высоким результатом. Ариану поздравил глава Карачаева, Черкесии. Такого успеха Ариане Кургинян удалось достичь благодаря своей преданности спорту, стойкости и ежедневному труду. Нашу спортсменку пригласили в женскую и юниорскую сборную России по футболу среди команд до 16 лет. Ариана занимается футболом 7 лет. За эти годы добилась немалых спортивных результатов. В 2023 году Ариана переведена в команду женского футбольного клуба ЦСКА Москва, откуда ей была приглашена в сборную России, несмотря на то, что ей всего 13 лет. Сегодня в республике созданы все условия для профессионального развития юных футболистов, отметил глава региона. Фестиваль красок «Холли Дэнс» прошел в Черкесске. Зажигательные танцы, веселые конкурсы и незабываемые впечатления для детей. С яркими подробностями Майя Хамдохова. Яркокрасочное событие стало для детей настоящим праздником. Танцевальный фестиваль красок Юга России «Холли Дэнс» подарил массу впечатлений. «Холли Дэнс» Сплотить воедино детей и взрослых, устроить им веселые игры с красивой патриотической песней – основная цель организаторов праздника. «Каждый город по-своему выделяется. В Черкесске особый колорит. И очень дети активные, потому что в некоторых городах их сложно раскачать, развеселить. Здесь они, наоборот, заряжают нас позитивом, заряжают энергией. И нам очень просто проводить фестиваль. Мы сами получаем удовольствие от этого. И то есть даже не мы веселим детей, а, скорее всего, они нас». По словам самих участников, в фестивале такое яркое событие еще больше поднимает их летнее настроение. Поиграть с друзьями, осыпать их разноцветными красками, улыбаться и веселиться – это все, что надо детям. «Вы первый раз на фестивале красок? Я первый. Я здесь второй и один раз была в лагере. И как вам нравится? Мне очень нравится. Конкурсы, мне нравятся танцы и, естественно, краски». Для создания цветных красок используется крахмал или кукурузная мука с некоторыми добавлениями пищевых красителей, которые легко отмываются, биоразлагаемые и абсолютно безопасные для детей. Говорят сами организаторы, которые не один год устраивают такие мероприятия. «Какого цвета краски вам попадались?» «Синевая, оранжевая, желтая». «Все цвета, там все желтые, красные, синие, все абсолютно фиолетовые, все цвета были». «Еще придете на такой красивый фестиваль?» «Да, конечно, да, придем». Если немного уйти в историю появления разноцветных красок, легенда гласит, что данное мероприятие устраивали в Индии, где каждый цвет красок имеет определенное значение. Люди демонстрировали танцы и игры в честь победы «Добра над злом» и наступлением весны. А вот участники шоу в Черкесске уверены, что добро побеждает зло во все времена года. И пусть такая традиция сохраняется вечно. Да здравствует лето, самое жаркое, красочное и яркое. Майя Хамдохова, Михаак Аркелян, Вести, Карачаево, Черкесия. Старший помощник прокурора Карачаева-Черкесии за исполнением законодательства несовершеннолетних и молодежи Галина Станкевич рассказала нашему корреспонденту Бали Джозаевой о нарушениях в этой сфере и о прокурорском надзоре. Далее в нашем эфире программа «Сила права». Здравствуйте, уважаемые зрители, в эфире программа «Сила права». И сегодня у нас в гостях Галина Александровна Станкевич, старший помощник прокурора Карачаева-Черкесии за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи. Здравствуйте, Галина Александровна. Я хочу у вас спросить, как исполняется прокурорский надзор за законодательство о несовершеннолетних и молодежи? Прокурорский надзор и вообще прокуратура и республики обеспечивается надзор за законодательством о несовершеннолетних и молодежи на системной основе и своевременно. При организации надзора, конечно же, основные направления выделяются. То есть приоритетными на сегодняшний день является охрана здоровья несовершеннолетних, получение ими образования. Мы уделяем внимание детям-инвалидам, детям из малообеспеченных семей, детям-сиротам и детям, лишенным родительского попечения. И, конечно же, у нас осуществляется надзор в уголовно-процессуальной сфере. То есть это когда потерпевшие, с одной стороны, являются подозреваемыми и обвиняемыми, то есть в отношении них возбуждены уголовные дела. И, с другой стороны, они являются потерпевшими по делу, когда в отношении них совершены преступления. Галина Александровна, скажите, как выявляются нарушения? Ну, как все в мире здесь ждется на трех китах, я бы выбрала три направления. Первое направление – это мы работаем систематически по тем направлениям, которые выделил Генеральный прокурор Российской Федерации в отраслевых приказах. Здесь надзор по этим направлениям ведется на постоянной основе. Второе – это же, конечно, обращение с нарушениями, из которых мы узнаем о нарушениях. И третье – это, конечно, мы анализируем ситуацию в республике. На основании этого строятся планы и прокуратуры республики, и прокуратур районов, и плановые задания в соответствии с этими планами. Причем хотелось бы отметить, что сообщения – это не только жалобы в прокуратуру, которые сейчас поступают у нас и электронно, и письменно, и на личных приемах. Об этом вы недавно в этой передаче говорили с Еленой Юрьевной Дармаграевой, как у нас рассматриваются обращения граждан. Но это же, конечно, прокуратура проводит ежедневный мониторинг. Прежде всего, средств массовой информации, как раз представителем одного из этих средств вы являетесь, Бэлла. И, конечно, средств сейчас телекоммуникационной сети. Приведу для примера, вот на одном из каналов было видеообращение мамы о том, что они не могут подъехать к торговому центру России в городе Черкесске с ребенком-инвалидом. Поскольку тротуар не позволит на коляске заезжать туда. Соответственно, по этому видеообращению прокуратура города сразу провела проверку и выяснила, что действительно пешеходные дорожки к торговому центру не отвечают требованиям законодательства. Было внесено представление начальнику управления ЖКХ, дорожки были переделаны. И теперь беспрепятственно, если кто знает жителей Черкесска, можно подъехать на колясках в торговый центр России. Кроме того, у нас в прокуратуру республики иногда поступают массовые обращения. Допустим, у нас в республике существует такой республиканский закон 28-й о том, что семьям трём и более детей, имеющих, должны предоставляться земельные участки бесплатно. К сожалению, у нас в районах не все администрации районов исполняют республиканский закон. И граждане вынуждены обращаться в прокуратуру. Прокуратура применяет досудебные меры, но когда досудебные меры не возымеют воздействия на администрацию, предъявляются иски в суд. Так, за этот и прошлый год у нас судами республики удовлетворено около 200 таких исков. Но мало выделить земельный участок. Прокуратура идёт дальше. Выяснилось, что многие земельные участки, которые предъявлены гражданам, они не отвечают требованиям. Так, допустим, прокурором Адыгихабльского района было установлено о том, что в Ногайском районе, а у нас Адыгихабльский прокурор осуществляет надзор за двумя районами, Адыгихабльским и, соответственно, Ногайским, выданные участки пяти лицам вообще не имеют никакой инфраструктуры. То есть с многодетными семьями они не могут там ничего построить. Он обратился в суд, и суд удовлетворил его иски для того, чтобы понудить администрацию в установленный законом срок обеспечить инженерными коммуникациями. Это и водоотведение, и канализация, и подвести электричество, и, соответственно, и транспортная инфраструктура должна быть в те участки, которые выделяются гражданам. Сейчас такие иски предъявляются и другими прокурорами. Вот Хабиевским межрайонным прокурорам у нас предъявлен такой иск в защиту гражданки, которая обратилась с заявлением, что ей выделили участок в Инжичишахо, а там вообще голое поле и ничего нет. Соответственно, вот прокурору пришлось защитить права многодетной матери. Поэтому прокуроры не только ставят первую точку, но они должны следить за тем, чтобы и остальные права граждан были удовлетворены. Соответственно, проверяются на системной основе, как я сказала, и проверки за здоровьем несовершеннолетних. У нас была проведена проверка в этом году очень большая, но эти проверки у нас каждый год проводятся. И выявлены несколько нарушений. Допустим, вот в Малокарачаевском районе было выявлено о том, что в поликлинике нет вообще в штате детского врача-хирурга. То есть, получается, малолетние граждане у нас Малокарачаевского района лишены возможности получения своевременной и квалифицированной помощи хирурга. И по представлению прокурора, эта поликлиника Малокарачаевской больницы была обеспечена данным специалистом. Или к нам обратилась мамочка о том, что у ребенка орфанное заболевание, и для того, чтобы купить лекарство, ей требуется 52 миллиона рублей. У нашего Министерства здравоохранения нет таких денег. Мы предъявили к ним иск, но мы понимаем, что, и они понимают, они не могут его исполнить. Но когда иск был удовлетворен, Министерство здравоохранения нашло выход из этой ситуации. Соответственно, они обратились в благотворительный фонд «Круг добра», который помогает детям с такими заболеваниями. И теперь эта мамочка на регулярной основе ежеквартально получает лекарства по такой стоимости с этого благотворительного фонда. И там даже сбоев нет. Поэтому прокурорское вмешательство помогло двинуть этот вопрос дальше. Соответственно, к нам обращаются, когда дети-инвалиды, нужны какие-то средства передвижения, другие технические средства. Их своевременно не обеспечивают, родители покупают за собственный счет, а это должно обеспечить государство. И мы помогаем этим родителям через суд потом получить эти деньги с государства, которые были затрачены им для вот таких нужд их детей. Кроме того, я приведу еще один пример из практики Малокарачаевского района. Для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в образовательных школах должны быть адаптированные программы. Но кроме этого, дети, которые вообще не могут посещать школу, у них должно быть обучение на дому. К сожалению, у нас было установлено в Малокарачаевском районе нарушение вот этих требований. И надо сказать, что удовлетворяя представление прокурора, администрация Малокарачаевского района приняла очень интересное решение. Они теперь с 1 сентября этого года открывают в 7-й школе села Учки-Кен специальный класс для таких детей. То есть для детей с ограниченными возможностями. Они готовят сейчас специалистов, которые будут работать именно с этими детьми. Кроме того, этот класс должен быть обеспечен дефектологом. И вот я думаю, что этот пример, мы уже распространили положительную практику работы прокуратуры Малокарачаевского района и для других прокуратур, для того, чтобы в других районах, наверное, администрации приняли такие же меры. И, конечно же, прокуратура, приговоря об образовании детей, мы не можем вмешиваться в образовательный процесс. Для этого есть министерство образования, другие учреждения, мы их не подменяем. Но мы следим за тем, чтобы дети были обеспечены. Во-первых, они учились в нормальных школах. Ну вот у нас в Черкесске третья школа на Октябрьской. Все знают, третий год ремонтируется. Кто проезжает на вокзалы, мимо, ведется третий год ремонт. И только лишь вмешательство прокуратуры позволило, что ремонт школы сейчас был закончен. И вот в июне будет закончено и благоустройство двора. Но это закончилось печально для управления капитального строительства, которое проявило халатность при этом. На основании постановления заместителя прокурора республики, которое было направлено в следственное управление нашего следственного комитета, в отношении должностных лиц управления возбуждено уголовное дело по халатности. Поскольку их халатные действия, то, что они не следили за своевременным ремонтом этой школы, привели к тому, что дети на целых три года были лишены возможности учиться в своей школе. Их разбросали по нескольким школам. Но это неудобство не только для детей, и для их родителей, и для учителей, которые лишены были работать в своей школе. И, конечно, говоря о школах, прокуроры следят, чтобы в школах была противопожарная безопасность. То есть как органы противопожарной безопасности проверяют школы, все ли там правильно. И, конечно, в наше время очень важна антитеррористическая защищенность. По этому поводу тоже прокурорами принимаются меры прокурорского реагирования. Причем это не только общеобразовательные школы. Это говорится о всех. И спортивных школах, и музыкальных школах, школах искусства. Более того, у нас сейчас есть и религиозные школы, и поэтому они тоже подлежат проверке. И там находятся нарушения, которые они должны устранить, чтобы наши дети были защищены и с противопожарной безопасности, и с антитеррористической безопасности. Очень интересное направление в работе прокуратуры – это запрет сайтов, несущих нехорошую информацию нашим детям. Это информация экстремистского толка и террористического толка. Информация, пропагандирующая насилие. Это, допустим, пропаганда тех же собачьих боев или еще что-либо. Информация, которая позволяет покупать наркотики, либо алкогольную продукцию несовершеннолетним. Прокуроры здесь идут двумя путями. То есть часть информации направляется при выявлении информации в Генеральную прокуратуру. Генеральная прокуратура принимает меры к закрытию. Часть информации мы закрываем через заявление в суд. Потом на основании решения суда, соответственно, эти сайты закрываются. Еще актуальнейшее направление сейчас – это обеспечение жильем детей-сирот. В нашей республике не все благополучно с этим обеспечением. Нужно сказать, что люди, которые обращаются к нам, вот у нас более 700 человек – очередь на получение жилья из детей-сирот в нашей республике. Они не могут получить, обращаются к прокурорам, либо в суд. Прокуроры обращаются в суды, но здесь сдвиг у нас тоже есть. Я могу привести такие примеры, что если в 2023 году было выделено на покупку этих квартир 160 миллионов, причем 40 из них – это по инициативе прокуратуры было добавлено, то в этом году на эти цели уже выделено 224 миллиона рублей. То есть уже больше деток получат у нас квартиры, дети, которые стоят в этой очереди, детей-сирот, когда государство обязано обеспечить их жилыми помещениями. И, конечно же, сейчас очень тоже интересное направление – это надзор за летним отдыхом. Причем, хотела бы вначале сказать не только за летним отдыхом, а что к нам в марте месяце в республику прибыло более 100 детей из Белгородской области, которые были размещены у нас в отелях, гостиницах, туристических базах Тиберды и Донбая. И прокуратура надзирала за тем, чтобы их интересы не были нарушены и права. Но хотелось бы отметить, что и слаженная работа наших министерств – это и Министерство образования, и Министерство здравоохранения, и Министерство труда и социального развития – позволило обеспечить семьи с этими детьми и жильем, благоустроенные номера в этих гостиницах и на турбазах. Кроме того, были обеспечены места в школах, места в детских садиках. И, конечно, Министерство здравоохранения провело профилактический осмотр этих детей, и все, кто нуждались в медицинской помощи, были обеспечены медицинской помощью. Поэтому я думаю, что, по крайней мере, жалоб у нас со стороны вот этих семей, прибывших из Белгородской области, ни одной не поступало. Галина Александровна, в нашей предварительной беседе Вы сказали, что есть один вопрос, который очень Вас волнует, очень Вас тревожит, и это связано с безопасностью наших детей. Я бы попросила Вас обратиться к родителям. Я хотела бы обратиться к родителям детей, что не все зависит от прокуратуры, от органов, которые занимаются воспитанием детей. Очень много зависит от родителей. У меня просто крик души, потому что на сегодняшний день у нас в республике, за буквально лето еще только началось, еще недели не прошло, у нас уже утонуло четверо детей. Это двое в Прикубанском районе, один ребенок в Малокарачаевском районе, один ребенок в Адагихабльском районе. Дети утонули в то время, когда они не были в школе, когда они не были в каких-то кружках или секциях, то есть когда они были предоставлены сами себе. И поэтому хотелось бы обратиться к родителям. Лето только началось, но, знаете, будьте бдительны. Мне могут возразить, что в наше время мы ходили сами гулять по городу, мы ходили на какие-то озера, пруды, купались. И сейчас можно. Но если вы хотите сохранить здоровье и жизнь своим детям, все-таки нужно, чтобы все это делалось под вашим контролем.